Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробностей о главных новостях расскажут наши корреспонденты из студии Наталья Леонидовича. Кому мешал сармат? Предполагаемые убийцы активиста Виталия Олежко задержаны. Кто они? Голодный год в ООН, дыра в бюджете. На чем будут экономить и чем это грозит? Мигрантская тысяча. В Германии беженцам разрешили забирать в страну некоторых членов семьи. Какой лимит? В деле об убийстве бердянского активиста Виталия Олежко пятеро подозреваемых. Все они задержаны сейчас. И сейчас идет опознание. Что известно полиции о предполагаемых убийцах и какие версии отрабатывает следствие узнаем от Сергея Бордюжа. Все друзья, это я сармат, проезжал мимо мусорной свалки, решил вас немножечко отвлечь от серых будней. Все, надолго не прощаемся, через час увидимся. Слава Украине. Это последние слова, с которыми Виталий Олежко обратился накануне к своим подписчикам в соцсети. А уже вскоре в интернете появились кадры убийства сармата во дворе его же отеля. Дерзость и циничность преступления отметили даже в полиции. Нападавшие следили за сарматом несколько дней. Все неместные. В Бердянск приехали на синем азди с польскими номерами. А вот на дело взяли старенькую Таврию. Идентифицировать злоумышленников удалось благодаря свидетелям и камерам наблюдения. Ближе к вечеру четырех подозреваемых задержали под Запорожьем. Еще одного в Бердянске. На первом блокпосте их идентифицировали и пропустили. Потом за ними, чтобы в автомобиль подготовились для того, чтобы мы не знали, есть у них оружие, нет оружия, чтобы неподготовленные спорщики не попали в нас в халепу. На другом блокпосте их уже затримывали. Имена задержанных в полиции не называют. Но некоторых распознали в социальных сетях. Двое якобы сотрудники Донецкой полиции. Один ранее судимый. Еще один бывший боец батальона Торнадо. Был снайпером, занимается борьбой. А вот профессионалами их вряд ли можно назвать. Або они абсолютные болды, або дебили, або называйте, как хотите. Потому что так, звичайно, никто не занимается таким чином ликвидацией. Без камуфляжа, без балаклавы, без какого-то там захиста. Идти под камеры, стрелять при свитках посереду белого дня, текать тоже при свитках, зафиксованный автомобиль, номер автомобиля. Мало что пока известно и о мотивах преступления. Чтобы были вопросы с фермерами, были вопросы с предпринимателями, конфликты какие-то, тоже возможно. Можливо политичная его деятельность. Вот, версия. А может быть и побудово какие-то вопросы, которые он не вырешил. Пока работают следователи, побратимы Сармата дежурят возле райотдела в Беридянске. Требуют объективного расследования. Говорят и о возможном вознаграждении за информацию о заказчике убийства Виталия Олешко. Похоронят его завтра. Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности телеканал Интер. Запорожская область. А вот в деле о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гадзюк, особых сдвигов нет. Сегодня ее на санитарном самолете перевезли для лечения в столицу. Полиция изучает видео с камер наблюдения и опрашивает свидетелей. Подозревают, что у нападавшего был сообщник, который помог ему сбежать. Накануне дело переквалифицировали на покушение на убийство. И установили, что женщину облили концентрированной серной кислотой. Было принято решение про измену квалификации. На сегодняшний час квалификация данного злочину замок на убийство, причинено с особой жестокостью. Версии, которые выясняты следствием, это, по-перше, злочин скоянный, он связан с служебной деятельностью потерпевшей. Другой, это злочин скоянный в связи с активной громадской оппозицией. Не прекращаются обстрелы на Донбассе. Сегодня боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям в Крымском, Марьинке и Станице-Луганской. Били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Провокации в перемешку с прицельным огнем. Боевики практически по всей линии фронта продолжают стрелять в сторону украинских позиций. Режим тиши не можно сказать, что он действует, потому что они, кого захочут, тогда и стреляют. Не прекращают обстреливать боевики Крымское, где несколькими днями ранее пытались прорваться на позиции наших пехотинцев. Ведут огонь и по защитникам Марьинки. В темное время суток со стороны сепара огонь из крупнокалиберных пулеметов идет. Попытки прохода ДРГ. Этой ночью во время такого обстрела был ранен один из наших военных. В результате ответного огня убиты двое российских наемников. Шестеро ранены, сообщила разведка. О днем наши пехотинцы регулярно замечают, как противник возводит инженерные сооружения. Вплотную к линии соприкосновения боевики держат и бронетехнику, в том числе тяжелую, танки. Ликвидировать их в случае атаки готовы наши подразделения противотанкистов. Так они оттачивают меткость. Соревнования на звании лучших проходили в два этапа. Сначала преодолевали специальную полосу препятствий. И уже после, в сжатые сроки, должны были выполнить боевой пуск противотанковых ракет по неподвижной цели. Ракета летит 220 метров в секунду. Вот же, летит 5 километров, ну, преважно 16 секунд. Вот же, есть достаточно времени, чтобы ее навести. Богдан, командир отделения, объясняет, шансов у вражеского танка нет. Если есть танк, мы делаем летит пострел. Летит пострел, он включает в себя особенность джевелина. Ракета, мы задаем отстань до танка. И, вот, через так же пульт дистанционного управления, мы назначаем местность до танка. И пускаем ракету навесник. Когда ракета подлетает до цели, она выпускается и бьет прямо в цель. Во время соревнований огонь вели из противотанковых ракетных комплексов советского производства и уже современных отечественных «Стугна-П». У украинских комплексов попадание стопроцентное. Мы видим, что за результатами объективного контроля украинский выреб стуна, она наивлучнейшая. И этот выреб позволяет нашим бойцам обнимать первым бойцам. Лучшими в мастерстве поражать танки оказались военнослужащие 55-й артиллерийской бригады, 14-й и 24-й механизированных бригад. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Современные сканирующие системы будут установлены на пограничных КПП в этом году. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы КФС Мирослав Продан. По его словам, благодаря новой технике пограничники смогут более тщательно проверять машины. Устройства эти позволят просветить самые труднодоступные места, такие как, например, шины или бензобак. Глава ведомства также отметил, что за текущий год поступление в бюджет составили 30 миллиардов гривен. Ранее борьбу с контрабандой уже проанонсировал премьер Гройсман. Мы будем подписывать договор о завершении всех тендерных процедур на придбание и установление в пунктах пропуска на державном кордоне Украины стационарных сканующих систем, те, за которыми мы достаточно долго боролися и, благодаря общим усилиям, вышли на финишную прямую договор. При подписании договора чутко предоставлены термины и условия, основные из которых до конца года обеспечить установление и запуск на державном кордоне 10 стационарных сканующих систем. 3,2 миллиарда – это то, что нам удалось мобилизовать, дополнительно выходя из тех заходов, которые мы начали проводить по борьбе с контрабандой. Я хочу благодарить сегодня и ДФС, и митную службу, и национальную полицию, которая занимается, соответственно, проблематикой припинения схем. И я еще раз наголошу на том, что это дело для всех правоохранных структур и органов. Я хотел бы еще раз наголосить, что просил бы всех объединяться вокруг этой борьбы. Потенциал величезный. Эти деньги не принадлежат ни контрабандистам, ни тем, кто имеет контролирующие функции от державы. Они принадлежат украинским гражданам. Украинскому воину, украинскому пенсионеру, украинскому лекарю. Кроме этого, премьер пообещал, что долгожданный участок железной дороги от столицы до аэропорта Борисполь будет готов уже к декабрю этого года. И отметил, что строительство экспресса идет с опережением графика. По словам главы правительства, новая ветка позволит разгрузить трафик, поскольку прирост пассажиров ежегодно увеличивается на 2 миллиона человек. Сейчас, вы видите, строится абсолютно современный шлях. Он будет полностью обеспечивать пунктуальность для людей, чтобы потрапить на необходимый лет. Мы предпочили бюджет на этот проект, достаточно, я бы сказал, помирный. Если мы возьмем те планы, которые были построить сюда «Поветерный экспресс», который практически аналогичный, на него хотели вытратить, вдумайтесь, больше 10 миллиардов гривен. Мы предпочили бюджетом, проектом, 700 миллионов гривен на это строительство. Но мы уже обеспечиваем экономию, приблизительно еще 120 миллионов. Мова идет о том, что он будет построен, и этот проект приблизительно за 580 миллионов. Дело Николая Мартынинка начнут рассматривать по существу. Сегодня апелляционный суд Киева вернул обвинительный акт в Шевченковский райсуд. Таким образом, удовлетворив жалобы адвокатов подозреваемых на решение первой инстанции. И постановил начать рассмотрение дела. Адвокат Петр Бойков подчеркнул, что НАБУ вместе с САП, по его мнению, пытались минимум на год заблокировать этот процесс. Именно поэтому, считает адвокат, прокуроры специально подали в суд первой инстанции неправильно оформленные материалы дела. В конце концов, справа начали разводить по сути. А на самом деле, это не справа, чтобы вы понимали, а купа мотлаху. Потому что я полностью ознакомился с большей, как двумя стами томами. И там нет вообще співпадения тех публичных звинувачей на мою адресу и доказательств, которые есть в справе. Поэтому мы хотим, чтобы как наше быстрее начали рассматривать справу. Мы готовы довести то, что это несенитница. И что стосовно меня и моих коллег, шли политические переследования. Я сегодня задоволен решением суду. Нарешті мы можемо потрапити до суду, высказати свои позиції, свои доводи, надати свои докази. И знаете, честно, два роки мы намагаемся потрапити до суду. И на перешкоді стоять самоправоохоронные органы. Единый реестр судебных дел пенсионеров-силовиков создадут уже до конца августа. Об этом руководство Пенсионного фонда договорилось с военными пенсионерами. По информации исполняющего обязанности главы Комитета Верховной Рады по соцполитике Сергея Каплина, более 6 тысяч решений судов по перерасчету пенсий не выполняется. В фонде пояснили, что у них попросту не хватает денег. Мы собираем сейчас форум таких людей. Это будет около 10 тысяч наших співгромадян. И мы готовы за таким наибольшим в стране круглым столом решать долю пенсий военных пенсионеров. Мы готовы к диалогу с Верховным судом, чтобы была основная справа, на которую опирались государственные урядовые институты и выплачивали этим людям пенсии. Я хочу наголосить, мы разработали низку законодательных актов, которые полностью вырешивают вопросы пенсийного обеспечения этой категории населения. Нам нужно вырешивать сегодня вопросы доли пенсии. Она не может быть в межах 70-100 долларов. Это принижение. Это в 10, 15, 20 раз больше, чем в любом случае заходили в европейской стране. Горячей воды пока не будет. Столичные чиновники говорят, что порадовать киевлян им нечем. Почему у Киевтеплоэнерго проблемы с топливом и светят ли нам перебои с электроэнергией, выяснял Даниил Снисер. О возможном прекращении работы 5-й и 6-й тепловых электростанций в кулуарах Киевгородминистрации говорили еще весной. Эти две ТЭЦ обеспечивают электроэнергией и теплом половину столицы. Сегодня предприятия перешли от Киевэнерго в коммунальную собственность города. Процесс длился больше года. На сегодня предприятие проводит гидравличные выпробования. Уже выпробовали мы близко 70% в мереже города Киева. Единственное, в чем вопрос, это отсутствие договора знака «Нафтогазом». И вопрос мы решим на сегодня в судах. Близко 17 судов сегодня проводится. Надеемся на ближайшее регулирование этого вопроса. Тяжба между городом и «Нафтогазом» продолжается полгода. Компания «Монополист» отказалась поставлять голубое топливо, необходимое не только для подогрева воды и отопления, но и для нормального функционирования ТЭЦ. В мэрии выход нашли и работу теплоэлектростанции решили не останавливать. Мы имеем предложение о покупке коммерческого газа на рынке. Мы это сделали. И очень важно, чтобы мы не допустили запрессор ТЭЦ-5. Вот тут, где мы сейчас пребываем. Я напоминаю, это станция, которая вырубает электроэнергию. И без этой электроэнергии, именно сейчас, в летний период, когда у нас работает кондиционирование с наибольшим навантажением, запрессор ТЭЦ-5 однозначно привела бы к техногенных наследствам. Сейчас Киев покупает газ коммерческий, на 30% дороже. Запасов хватит на месяц. У нас чёткая пропозиция была до «Нафтогаза», до пана Коболева. Нам не потребны никакие дебаты. Нам потребен газ. Все спирные вопросы мы можем и должны решить в судном порядке. Но до того момента, пока суд принимает решение, прохание надати газ. Ультиматум «Нафтогаза» Киевтеплоэнерго должно взять на себя обязательство «Киевэнерго», то есть принять все долги, накопленные предприятием, и выплатить газовому монополисту все штрафы и пени, а это более миллиарда гривен. То есть «Нафтогаз» предлагает отдать долг киевлянам из местного бюджета. Чиновники говорят, переговорный процесс затянется до сентября. До тех пор горячая вода в кранах жителей Киева не появится. В заложниках у «Нафтогаза» остаются более трех тысяч домов. Данил Снисор, Сергей Ведмить, подробности, телеканал «Интер». Количество отравившихся шаурмой в Киеве растет. Накануне сообщалось о 30 пострадавших, сейчас их уже 70. Среди них есть беременные женщины. У всех острая кишечная инфекция. Фастфуд они покупали возле метро «Дарница», почтовая площадь, лесная и оболонь. Торговые точки сейчас закрыты, полиция проводит экспертизу. По факту отравления уже открыто уголовное дело. В КВД было вилучено обладнание, а также мясо, которое было надано на продаж. Особенно, которые на данный момент им, их жизнь и здоровье, ничего не загрожают. Они уже пребывают дома. Попередний диагноз – это гостра кишковая инфекция. С приводом самого мяса также связано, что оно направлено на экспертное исследование в связи с установлением допустимой нормы микробиологических объектов, а также водовой принадлежности мяса. Недетская жестокость. В Днепре подростки избили 14-летнюю девочку. По словам свидетелей, напали без причины и били с такой силой, что девочка уже несколько дней находится в больнице. Все подробности в нашем материале. 14-летняя Лиза. Третьи сутки в областной детской больнице в отделении нейрохирургии. У девочки сотрясение, ушибы позвоночника и многочисленные ссадины. В больницу Лиза попала после того, как во дворе дома ее избила незнакомая девушка. Она подходит сзади, берет за волосы, таскивает славочки, начинает бить ногами, кулаками, в живот, по голове, в спину. Девочка ушла, когда бабушки начали у нее кричать. И она держала волосы в руке, и я так бросила, и ушла. Все произошло здесь, рассказывает мама Лизы. Дочь гуляла во дворе, мимо проходили подростки, парень и две девочки. Неожиданно одна из них набросилась на Лизу. На следующий день своими силами я начала собирать информацию о группе лиц, которые принимали участие в этом избиении. Я узнала, что это был 15-летний подросток, девочка, ученица 9-го класса. Женщина написала заявление в полицию, правоохранители опросили свидетелей и открыли уголовное производство. Как долго Лиза пробудет в больнице, врачи не прогнозируют. Сейчас состояние ребенка улучшается, она обследована, получает восстановительную терапию. Никаких опасений за ее жизнь нет. А вот мама Лизы не столь оптимистична. У дочери диабет и неизвестно, как скажутся травмы на ее здоровье. Она четырежды была прооперирована по поводу меланомы. Вот и все эти травмы, полученные в результате такого жестокого избиения, они нам не на пользу. Ирина надеется, что подростков найдут, а девушка, которая избивала дочь, понесет наказание. Правда, если дело не переквалифицируют, ей грозит только штраф 850 гривен за нанесение легких телесных повреждений. Андрей Кровец, Елена Миндалюк, подробности телеканал Интер, Днепр. Нашумевший отдых детей из Краматорска прокомментировал посол Хорватии. Тамеслав Ведошевич надеется, что ребята вернутся домой с хорошими воспоминаниями и здоровой психикой. Дипломат не раскрыл детали расследования, но подчеркнул, что украинских детей всегда ждут в Хорватии. Напомню, на днях активисты обвинили чиновников из Краматорска в том, якобы отправили на отдых в Хорватию детей местных политиков и бизнесменов вместо сирот и детей участников АТО. Вслед за моряками контейнеровоза «Меконг-Спирит» домой из Греции вернулись и 15 членов экипажа судна «Фринептун». В полной изоляции на борту корабля они провели три года. И сегодня рассказали подробности своих злоключений. Оказалось, что компания-оператор их судна обанкротилась и бросила экипаж, не заплатив ни копейки. На сегодняшний день силами адвокатов и профсоюза часть денег удалось вернуть. Нас убеждали, вот-вот-вот-вот, сейчас заплатим, заплатим, заплатим. Загнали кораблем в МАН, ну и все, там уже мышеловка. Естественно, начались предприниматься действия, переговоры с нашей стороны и со стороны экипажа, которому даже пришлось объявить голодовку, чтобы привлечь внимание. Возле хозяйственного суда Киева сегодня собрались сотрудники крупнейшего в Украине завода по переработке СОИ. Каховка, протеин, агро. Уже вторую неделю предприятие простаивает, работу блокируют. Неизвестные в компании заявляют об очередной попытке рейдерского захвата. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Дайте нам працевать! Дайте нам працевать! Остановить рейдерский захват предприятия и наказать виновных. Под стенами хозяйственного суда столицы сегодня собрались десятки сотрудников крупнейшего в Украине завода по переработке СОИ в новой Каховке. Отслужители Фемиды требуют пресечь нападки бандитов на предприятия. Рейдеры хотят заграбастить предприятие и не дают нормально работать. Вот приехали до Киева добиться справедливости. Нападки на завод Каховка протеин агро длятся уже не первый год. Вот кадры очередного нападения, снятые 21 июля. Десятки неизвестных в камуфляже и масках перепрыгивают ограждение, нападают на охранников, у некоторых из бандитов в руках оружие. С тех пор проходная завода заблокирована. Предприятие стоит, а люди не могут попасть на работу. Нет работы, нет зарплаты. У всех есть дети, у всех есть семьи, которые хотят ездить. Это не понятно. Нам дают нормально работать эффективно. Постойно захватить. В попытках рейдерский захватить предприятие гражданские активисты обвиняют скандально известного адвоката Андрея Богдана. Ранее приближенного семьи Януковича, а ныне юриста фирмы Каховка Промагра. А также судью хозяйственного суда Киева Викторию Сивакову и экс-судью высшего хозяйственного суда Лилию Катеринчук. Уже несколько лет предприятие фактически пытается отобрать у законных владельцев. Рейдер утверждает, что Каховка Протеинагра якобы незаконно арендует мощности завода. Однако еще в мае эти требования Печерский суд столицы признал неправомерными. Сегодня спор начал рассматривать Хозяйственный суд Киева. Представители предприятия Каховка Протеинагра попросили перенести заседание, чтобы привлечь к делу фирму, сдавшую завод в аренду. Представители ИСЦА это ходатайство назвали якобы неправомерным. Однако судья решила заседание все же перенести, объявив перерыв. К рассмотрению дела вернутся 7 августа. Тем временем сотрудники предприятия обещают новые акции протеста, требуя от правоохранительных органов мешаться и разблокировать работу завода. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности телеканал Интер. В ООН заканчиваются деньги. Почти половина стран-участниц не платят свои взносы. Дефицит бюджета объединенных наций перевалил за 150 миллионов долларов. Как будут справляться и на чем станут экономить, в ООНовской бухгалтерии разбирался Дмитрий Анопченко. Казалось бы уж кто-кто, а чиновники ООН недостатка в средствах не испытывают. Ведь годовой бюджет организации 5,5 миллиардов долларов. Но в реальности все куда сложнее в бюджете дыра. Из 193 стран взносы платят только 112. Дошло до того, что генсек организации Антонио Гутерреш рассылал письма главам государств. Дескать, нынешняя ситуация беспрецедентна. И ООН никогда еще не сталкивалась с такой нехваткой средств. В списке должников Сирия, Венесуэла, Беларусь, что в принципе предсказуемо и понятно. Но сейчас среди неплательщиков и Соединенные Штаты Америки. А страна давала пятую часть бюджета организации. При Трампе Вашингтон больше не хочет задержать всех и вся. Страна перечисляла ООН больше других. При этом те, кому штаты помогают финансово, голосуют против них. Что откровенно злит главу государства. Заявляют американские дипломаты и о неэффективности, и о перерасходах бюджета. И в итоге урезают финансирование. Долги одних и нежелание платить других привели к тому, что организация Объединенных Наций сейчас на голодном пайке. Гутерреш даже сказал, если финансовый кризис не удастся разрешить в самое ближайшее время, ООН не сможет выполнять свои ключевые функции. Объединенные нации должны теперь максимально сократить расходы. Но этот финансовый кризис неожиданно дал и положительный эффект. Организация, которую многие упрекают в медлительности и бюрократизме, теперь вынуждена реформироваться, пусть даже и не от хорошей жизни. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Тысячи человек в месяц в Германии вступил в силу закон о воссоединении семей. С сегодняшнего дня беженцы с ограниченной степенью защиты, в основном это сирийцы, смогут забирать в Германию своих родных. Почему немецкие чиновники готовятся к хаосу и неразберихе, расскажет Татьяна Лагунова. Три года свою жену и маленьких детей у Дай Аламси видел и слышал только благодаря смартфону. Из Сирии в Германию он бежал один. Брать родных в опасное путешествие было слишком рискованно. Заявку на воссоединение семьи мужчина подал сразу после получения убежища. И теперь ждет ее рассмотрения и строит планы на будущее. Как только они приедут, я хочу, чтобы мои дети пошли в школу, учились, строили свое будущее. Я готов жить в Германии. Мне нужна только моя семья, чтобы мы справились со всеми проблемами вместе. Когда родные Аламси смогут приехать в Германию, точно сказать не может никто. Немецкое правительство установило четкую квоту. В рамках воссоединения семей въезжать могут не более 1 тысячи человек в месяц. А заявок уже куда больше 30 тысяч. То есть на несколько лет вперед. Правила воссоединения семей озвучены. Беженцы могут забрать супруга или супругу и детей, а несовершеннолетние мигранты просить о приезде в Германию своих родителей. Но вот как чиновники будут отбирать эту тысячу в месяц и решать, кто приедет первым, а кто попозже, до сих пор непонятно. Скорее всего, здесь роль уже будут играть неофициальные критерии. В первую очередь будут воссоединять семьи с маленькими детьми и те, которые были разделены дольше других. Больше шансов попасть в первые тысячи у беженцев, которые хотя бы минимально знают немецкий. Или имеют специальность, которая поможет найти в Германии работу. Все равно людей, которые выполняют все условия, будет больше тысячи в месяц. И только на практике мы увидим, как это все будет работать. И, конечно, будет много жалоб от семей, которые посчитают, что с ними обошлись несправедливо. К жалобам от правозащитников и гуманитарных организаций готовятся и власти Баварии. Там сегодня начали работу первичные центры размещения мигрантов. В них будут помещать всех новоприбывших беженцев на время рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища. И в случае отказа сразу же депортировать. Пока что это эксперимент отдельно взятой земли. Но не исключено, что примеру баварцев последуют и остальные. Татьяна Лугунович, Слав Пролов. Подробности. Немецкое. Бюро телеканала Интер. Александр Усик выбрал нового соперника. На сегодняшней пресс-конференции абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе и его промоутер Александр Красюк рассказали о том, с кем и когда будет следующий бой. Оппонентом Усика станет 35-летний британский боксер Тони Белью. Поединок пройдет в октябре-ноябре на родине соперника. На данный момент рассматриваются два города. Также Усик сообщил, что собирается перейти из первого тяжелого веса, где он собрал чемпионские пояса всех возможных организаций, в супертяжеловесы. Я же говорил когда-то, что когда я объединю эти пояса, то мне обязательно захочется какую-то другую ступень покорять. Там в хеви-вейте другая опасность, другой адреналин, все другое, бойцы и там новые пояса. Если говорить о поединке с Тони Белью, который является зеркой в Британии, то это невероятно, что такой поединок будет именно в Британии. И сейчас это наиболее вероятный поединок. Поэтому я думаю, что в осень Александр должен провести поединок в Великой Британии, возможно в Лондоне, возможно в Ливеркуле. Почему пассажирам парижского метро пришлось бродить по тоннелям? Кто украл королевский регалий в Швеции? И есть ли спрос на овощи и мясо из войлока? Обо всем этом прямо сейчас. Абсолютный температурный рекорд зафиксировали в Южной Корее. В городке Хончхон столбик термометра поднялся до 41 градуса. А в южнокорейской столице градусник показал 39,6 градуса. Сегодняшняя жара на 1 градус побила рекорд 76-летней давности. Всего же температурные рекорды установлены в 30 регионах страны. В парижском метрополитене застряли 12 поездов. Пассажирам пришлось пробираться по тоннелям пешком. Инцидент случился между станциями Сен-Поль и Бастилия из-за поломки одного из поездов. Он заблокировал движение остальных составов. Люди ждали помощи около получаса, а потом начали выбираться самостоятельно. После этого работники метрополитена проверили всю линию, чтобы убедиться, что все выбрались. В Сан-Франциско создали виртуозную роботизованную руку. Этот экзоскелет может выполнять сложные функции, которые требуют мелкой моторики и не под силу никакому другому прототипу. Кроме этого, он запрограммирован на самообучение. Например, перед тем, как прокрутить кубик, рука тренировалась в виртуальной реальности несколько дней. Наделить ее такими способностями ученым помогла система искусственного интеллекта. В Швеции украли королевские регалии 17 века. Корону и державу Карла IX и венец его супруги Кристины, украшенные золотом, драгоценными камнями и жемчугом, стащили из собора города Стрэнглесс. В тот день он был открыт для публики. Очевидцы говорят, из церкви выбегали двое мужчин. Грабители удрали на лодке по озеру Малорен. Полиция начала масштабную поисковую операцию. Акулу, которую стащили из океанариума американского города Сан-Антонио, спасли. Ее похитителем оказался местный коллекционер морской фауны. Ранее акула по имени Мисс Хеллен жила в открытом аквариуме. В субботу ее оттуда украли двое мужчин и женщина. Один из них вынул рыбу за хвост и положил ведро с водой, которое спрятали в детской коляске. С помощью камер наблюдения удалось найти машину злоумышленников. После всего пережитого обитательница аквариума на карантине. В Лос-Анджелесе открыли магазин из ткани. Здесь все овощи, фрукты, мясо и другие товары сделаны из войлока. Сшили даже банкомат и кассу. Это инсталляция британской художницы Люси Спэрроу. Все товары она сделала собственными руками. Ее авторские работы может купить любой посетитель. Художница делает такую выставку уже не впервые. Подобные магазины она уже открывала в Нью-Йорке и Лондоне. Говорит, люди считают ее работы милыми. К тому же такое искусство всем по карману. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова